смотрите что я купила волмарте это штучка не так давно хотелось ее честно говоря это пионер вуман мне нравится не вся конечно не все 100 процентов но у них есть классные вещи в общем такая дощечка у нас вообще нет места в чемодане но у нас в калифорнии не продается онлайн тоже нет ни на амазоне не у них на официальном сайте не волмарте сайте в общем смотрите как классно видите вот я поставила что так это выглядит стаканчики вазы и сюда ставить можно все что угодно венчики лопаточки половники в общем ставятся там у вазовой плиты где-то на столе мои разговаривают там у них писать вечер бесед такая классно теперь будут довести бы чтобы это все не разбилось из чемодана не заставили вытащить классная да всем доброе утро я проснулась мы сейчас уже собираемся начнем собираться сейчас попью кофе все еще пока спят похода просто шикарно честно говоря вот здесь какой-то вот особенный родной воздух я не знаю как это объяснить птички поют слышите и тепло тепло я вот сейчас ну вот я носочки одела то есть я пижаме и мне классно сделал себе кофе бутербродик у нас продукты все почти закончились мы не стали ничего покупать мясо осталось мясо оставим там всякие картошки морковки осталось а вот на завтрак у нас все закончилось ну сейчас все равно поедем где-то будем заезжать ой грустненько и с ребятами весело было все равно там тоже ну понятно отдыхать не работать это само собой разумеется каждый день веселье не бывает но тем не менее так я сейчас все потихонечку у нас задача вот всю посуду собрать обязательно посудомойку постельное белье в стиральную машину вот сейчас все раскладываю потому что хозяина здесь куча всяких мелочей было конечно которые дети хватали что-то там мячики я в пластиковую емкость складываю убирала чтобы они не разлетелись вот сейчас вот надо будет жалюзи поправить столик есть убрала сейчас протрем просто я ничего там мыть полы не буду ничего просто вот ну хотя бы чтобы вот визуально было все в порядке ну и конечно вообще это даже с целью делается чтобы найти свои вещи данины вещи какие-то вот данины штучки вообще это на хозяйское ну вот как-то вот кошак кстати этот котик от игрушки данины еще с маленького вообще вот у 100 лет в обед в наборе была детско-докторская клиника что ли так он любит этого котенка везде с собой таскает у нас вы знаете собака и вот котенок сюда складываю вещи которыми надо будет час куда-то упаковывать носки нашла под диваном данины рисуночки кстати я не знаю не по моему не снимали смотрите похоже не похоже он срисовывал вот с этой картины рисунок мне кажется есть что-то вообще а вот эта картина сейчас подождите шарики я уже показывала я даже с собой заберу а вот эта картина вот это единственно он понял что небо черное и он его пытался стереть но это такие восковые которые карандаши конечно ничего не стирается он прям расстроился я грудан я ставь так он как я мог так ошибиться то есть небо он понял что черное неправильно вот так что художественными художествами денечек занимался собаки вот я даже с собой заберу так ну что все ой да не чуть не упала поехали дом мы закрыли солнышко сегодня светит ветра практически нет ключ мы оставили в этом боксе запоролили его обратно вот и все тепло 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 пришло тепло потому что мы же улетаем в калифорнию сегодня вот и конечно жара да на улице вот выкатили мусор который мы пока здесь жили скопили сейчас в общем садимся в машину мы поехали да классно да а то таким и смотрел погоду нас очень никак улетаем так начинается жара приехали три дня жарко было и потом похолодало хотя пока были в калифорнии рисовали все дни тепло давай все поехали да давайте поехали поехали поправляю а что я сейчас мы сели и выехали а я говорю не совсем так мы все заехали кофе мы старбакс это я должна была говорить еще не здоровались по-моему я снимала еще утром здоровались да это сказал что ты утром поздоровалась что-то делала убиралась а потом уже понятно было что мы ничего не успеваем нам надо было в одиннадцать сдать дом а в одиннадцать в один подъехала машина с уборщиками кто там в доме все убирать должен а по теоретическому условию r&b обычно мы должны обязательно посудомойку загрузить на кухне порядок должен быть прям нормальный такой и постельное пелье все закинуть стирку и полотенце то есть это должно быть либо в процессе стирки либо уже постирана мы не должны это оставлять и вот уже начался такой быстрее 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 по сути мы вот в одиннадцать дело в том что настя когда мы съезжаем откуда когда где-то жилье снимали там на долгосрок или когда иран бимби снимали в прошлый раз или из гостиницы мы выезжаем так что после нас клиник не нужен дастин все вылежит все вымоется пропылесосит мы заезжаем всегда намного грязнее чем когда выезжаем не ну мы сейчас ничего не пылесосили ничего не сегодня хотя бы да в процессе отдыха до после нас ну чтобы было более-менее нормально да но неприятно я думаю что многие понимают короче мужа выехали человек зашел все с нами вместе проверил что у нас там все целое невредимое что вы ничего не разбили не поломали пошелся проверим мы закрыли дом до уехала закрыли дом все все в порядке потом мы сейчас заезжали уже в старбакс у нас там девочка нам помогает дома в сан-хосе давайте вам дорогу покажу сан-хосе девочку попросили мы оставили ключи соседям и они посылки собирают чтоб на улице не валялись и письма из ящика ну и так домой заходит наша там рыбка осталась рыбку кормит и мы решили ей кружку флориды сувенир из флориды привести старбаксовскую кружку флорида потом где-нибудь покажу в общем сейчас заезжали старбакс купила кружку да у них причем не было на витрине представляешь я же телефон с собой не взяла хотелось не у них не было на витрине я их спросила они мне вынесли вот так что заправили машину уже и мы поехали сейчас мы едем в холландейл а мы еще не заправили закрыта оказалась вот такие люди вот мы сейчас проезжаем вот как раз мимо на и пасон сейчас он заканчивается мы сейчас свернем и будет аллея крокодилов там будет такая огромная болотистая территория примерно миль 80 день никто не живет сплошные болота и крокодилы и там трасса идет вот мы хотим там есть несколько площадок где можно лодку спустить на эти каналы там люди рыбачат крокодилов ловят там просто рыб ловят мы хотим там остановиться и попытаться поснимать крокодилов в общем посмотрим через этого выйдет поехали с нами наше сегодняшнее путешествие начинается закончится так думаю она уже дома да у нас в калифорнии сегодня день у нас будет насыщенный поехали присоединяйтесь мы сейчас еще раз повторяю до майами полтора часа дороги у нас едем туда где мы жили когда у нас родился даня когда мы его ждали и он родился покажем у нас как всегда платный участок дороги и сейчас он стоит 3 доллара 25 центов но это такой очень сложный участок болото болото и тут конечно без этой платной дороге все было бы беда слушай на камере интересно не фиксируется как будто вот этот вот лежит экранчик не покажешь уж подготовили пока стояли в очереди мимо крокодильчиков остановились смотреть крокодилов да не выступает ему надо к океану ехать не хочет ругается пойдем смотреть есть куск специально для водок и вот они здесь где-то где-то здесь здесь берега такого нет мы здесь смотрите какой классный понтончик вот катамаран прям для рыбалки мне кажется идеальный довольно таки большой просвет снизу получается два бака алюминиевых самое что интересно они очень устойчивые на воде и и при этом он требует довольно таки небольшого мотора видите какой просторный внутри он квадрат такой прямоугольной формы много места много диванов навесик от сверху для от солнца такой да вот тут что у нас тут у нас тахометр спидометр угол наклона по большому счету и все там вот от мотора стоит приборчик он показывает часы наработки обороты здесь стоит ямаха 115 четырехтактная очень неплохой моторчик вот вот такой вот агрегат для рыбалки прям классная штука мне кажется очень очень удобный и повторюсь что интересно что они требуют очень небольших моторов а посадочных мест видите сколько раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 посадочных места мотор 115 и при этом я заверяю что будет очень неплохо идти выходить на глиссер а вот и крокодильчик смотрите такой отходит да он пятится он прям сейчас лежал четко ровно офигеть да нет и видишь крокодила вот люди рыбачат вот и ребра хорошо как ты его испугаешь да ну все насти уже только что сняла крокодильчика вон он лежит он об этой зоне это как бы заповедная часть здесь крокодилы есть и по 5 и по 6 метров огромный мне рассказывал человек который увлекается полетами на самолетах и что тут недавно была аварийная ситуация самолет приземлился здесь болотах самолет утонул пилота крокодила съели так мама с кирюшей идут из макдональдса набрали нам обед мы решили никуда сейчас не заезжает время не тратить а взяли по-быстрому и едем на пляж парк там где мы данью рожали едем кому дому там рядом пляж парк все в одном месте компактно общем поехали дальше а мы приехали в этом районе мы пятнадцатом году три месяца жили когда данью рожали классное место всю зиму провели нам очень нравятся эти райончики и соседний саня нравится океана нам сколько здесь 10 минут до а и 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 куда можно доехать да у нас было так что нам нужно было машину сдать потом в другом месте брать и мы отвезли машины и на таком автобусе спокойно вернулись домой помнишь apple магазинчик мы здесь телефон какой-то хотели отремонтировать да и до сих пор работает смотри-ка столько времени мы здесь даже да не когда родился с коляскова через этот мост здесь есть вход дорога в другой парк обалденный детский в общем постоянно вот этот район хорош тем что здесь нет острой необходимости в машине то есть можно вообще без машины обойти люди переходят в этот отель большой огромный но он какой-то странный отель знаешь как здесь осмотрел здесь какая-то часть отель какая-то часть апартменты частные здесь люди живут они сами сдают или сам живу да он этот дом справа страны а вот справа желтый дом которым мы жили вот в этом домике когда рожали данью который пониже дом и высокий желтый ближе самый ближний да через канал там внизу прямо с торца этого дома спортзал бассейн пробка какая-то сегодня суббота еще видимо покажи канал вот здесь вот там бассейна мы стояли по вечерам и смотрели как по вот этому вот каналу красивые катера такие красивые с музыкой с дискотеками проплавали очень интересно здесь круглый год вода теплая за счет гольф-стрим здесь гольф-стрим подходит прям под сам берег вот вот в этой зоне майами и поэтому он все время держится примерно от 26 до 29 градусов в течение всего года но есть один минус сильное течение если отплываешь что не может так бог уносить что не все могут с этим справиться акулы были здесь вот прям ну не один раз мы лично сами не видели но знакомые наши снимали как мы сейчас развернулись вот оттуда приехали и заезжаем в парк то есть вот там дом в котором мы жили а вот это парк то есть вот чуть-чуть пройти через дорогу светофор через дорогу детский парк и чтобы здесь парковочные места сейчас на старше сейчас оплатит парковку не до работает не работает кафе столики вот смотрю там замотаны видимо сидеть за столами нельзя будь здоров дани вот это здесь кстати постоянная история была ну к этому привыкаешь очень быстро очень много русских вот сразу следует сюда едут мамочки рожать во все вот эти районы здесь приезжают на зиму зимовать с малышами с детьми с маленькими очень часто мама одни приезжают из папа остаются в россии они работают а мамы здесь отдыхают мамы с мамами вот парк здесь кафе работает подоги брали очень вкусно и кофе саша здесь кофе пил здесь стояли столики один жалкий стоит вот беседки все перевязаны опять же вот говорят флорида свобода да но все видите все столы закрыты вот там и музыканты играли в той беседке и все вот все сейчас закрыли здесь вот это футбольная под детская площадка здесь сначала да не когда мы ездили свой да не кирилл играл потом да не начал подрастать а кириллу же не интересно и волейбол люди списываются и собираются договариваются по времени играют русские играют очень красиво а там океан вы посмотрите и писать и мы идем мы мы отходим нам сейчас саша саша это исполк харбор искандер наш друг обалдеть вообще вот эта встреча то есть вот ну вот мир тесен пожалуйста встретились если тут удобно пойдем за ним всем поиграть ну попробуй поиграть с ним здорово здесь туалет и да мы просто идем переодеваться все удобно переодеваться все идем к океану удочка спасателей сегодня посмотрите видите фиолетовые с опасные животные рядом может быть медузы или еще что-то вообще и высокие волны тарам до людей очень много песок снимай снимать данюш это вот будка спасателей и перед ней нельзя не ложится ничего видите квадроцикл стоит пусть огромное количество людей за что мы любили этот пляж это по сути вот личный пляж каждого здания всегда был пустой да кирилл всегда пусто здесь было людей нет сейчас все поехали во флориду что я не помню что мы сюда прямо сейчас выходили может без меня ходили или я не ходили нет и удивительно просто вот ну весь пляс одни люди наверное русскоговорящие скорее всего да все да не оккупировал воду так мы еще идем нам опять кричат на и наши ребята которые клей не с володей приезжали света вы видели девушку в нашем видео они тоже я не буду уже снимать они здесь загорают прямо позади нас вот вам и майами просто вот ну все рядом я не удивлюсь что мы дальше пройдем по пляжу еще знакомых встретим в шоке вода кстати теплая видите вот там вот вдалеке там выход в открытый океан и оттуда выходят лайнеры в путешествие и на сами знаете что что-то сейчас вода так дошла что чуть мои тапочки не смыла топотульки наплыв идет забыла как такая волна называется которая здесь нормальный нормальный обычно а потом вода конечно градуса на 3 наверное повыше чем так он сила какая мочь океана вот просто мексиканский залив он очень теплый он очень красивый но он одновременно и спокойный здесь никогда не бывает вот практически никогда не бывает спокойной воды и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok